Добрый день всем! Мы продолжаем наше чтение книги Равашки, Назей, Мамиту, Тайны Еврея. В прошлый раз мы не закончили говорить о Каине, о рождении Каина, о свойствах его характера, обусловленных как, может быть, генетикой его характером, но вообще так и тем, что он совершенно новая сущность и в этом мире как он ощущает себя. Первый человек, рожденный естественным образом, а не созданный Всевышним. И сегодня мы закончим эту главу и начнем следующую главу, в которой появляется тема, может быть, одна из центральных тем для Маниту – это тема братства. Он неоднократно замечает, что вообще вся тара ей посвящена. Как наладить отношения между братьями, начиная с книги Реши, безусловно, понятно, что это центральная тема там, но и в дальнейшем, когда уже речь идет о народе, тем не менее, тема братства внутри народа и другими народами, она продолжает быть важной. Вот так, мы здесь. Видно, да? Да, да, есть. Мы здесь остановились. Кого досталась, и она зачала? Она родила сына Адаму, сына, который был приобретенным человеком. Это отражается в его имени, что он Каин, как будто купленный. Изначально Каин как бы забывает, что он должен быть достоин жизни, данной ему по милости. То есть это некая аксиома, аксиома, которую мы уже осознали, выучили из предыдущего чтения Тары. То, что жизнь человеку дается изначально бесплатно, а потом он должен своим поведением оправдать этот подарок. И, возможно, я просто предполагаю, что Адам, первый человек, он так или иначе, в большей или меньшей степени это понимал, поскольку у него был другой уровень близости со Всевышним. Вопрос про Каина, видимо, он тоже каким-то образом должен был понимать или принять, или осознать. Потому что тут раб говорит, как бы забывает. Как бы забывает, это значит, что где-то, на каком-то уровне он должен это знать или ощущать. Опять же, когда мы в прошлый раз говорили, что возможно, мы можем применить модель Каина в той или иной степени к нам самим, то тогда это более понятное употребление слова, потому что иногда мы как бы об этом забываем, это понятно. Мы, вроде, с одной стороны знаем, что мы должны оправдать наше существование, даже не вдаваясь в это аксиому, что тебе дали бесплатно, тебе теперь заплати. Это выглядит очень примитивно. Но вообще говоря, из общих соображений ты пришел в этот мир. Не просто так, где есть какая-то задача, ты должен оправдать эту задачу, выполнить ее. Это как бы само по себе естественное соображение, если человек верит во Всевышнего и верит в то, что у него, у Всевышнего, есть какие-то планы в отношении человечества. Он ощущает себя совершенным и поэтому думает, что из-за будет освобожден от каких-либо обязательств. Это причина, по которой он не считает себя обязанным. Оправдать свое существование. Почему? Потому что он считает себя совершенным. Это вообще большая ошибка, когда мы о тебе думаем. Как в некотором... Мне кажется, это понятная мысль. Ну, вот что я еще могу сделать? Я вот такой, каким я создан. Я больше, лучше уже не стану. То есть я вот как бы сделан, совершенным. И почему от меня чего-то еще хотят? Другая сторона медали – это тоже мысль, естественно, для человека. В каком-то смысле. Неслучайно религиозно-нравственное сознание связано с заповедью уважения к родителям. Как сказано в «Десяти заповедях» – чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. То есть я думаю, что он хочет сказать, но он, наверное, скажет дальше. В природе между поколением сыновей и поколением отцов существует напряжение из различий между этими двумя сущностями. То есть иногда человек выступает в роли сына, иногда он выступает в роли отца. Тем не менее, это разные сущности. Поэтому Тара дает нам эту заповедь. Из-за того, что естественно, в рамках существует напряжение, она дает нам эту заповедь, возложенную на сыновей по отношению к родителям, чтобы воспитать человека и приучить его к мысли о том, что такую же благодарность, какую он испытывает своим родителям, подарившим ему жизнь, он должен испытывать по отношению к своему Творцу, подарившему жизнь и ему, и им. Вообще говоря, идея благодарности, насколько я понимаю, тоже как бы должна быть естественной. Концепция благодарности, она тоже в определенной степени естественная. То, что, например, в нашей устной таре, в Талмуде, называется свара, соображение. Есть многие вещи, которые, я приведу пример, не конкретные, абстрактные, когда иногда в Талмуде пытаются выяснить источник какого-то закона, пытаются вывести его из каких-то одних слов, вторых, других слов, вторых, с помощью сложных толкований. В конечном итоге, иногда, зачем нужно вообще эти толкования? Это же очевидно. Это из миссвара, из логики, из какой-то человечесности. И на самом деле, когда мы приходим толковать тару, мы тоже часто, или всегда, или не всегда, пытаемся обнаружить, какая есть свара, какая есть логика за каким-то законом, который тара устанавливает. Не просто так написаны какие-то слова, но не есть какая-то логика, которая нам, как людям, доступна. И вот одна из частей изучения тары – это раскрытие вот этих, на самом деле, понятных нам логически или интуитивно соображений, которые мы, в общем-то, знаем, но и не всегда осознаем. В частности, например, по поводу благодатности. Есть очень длинное обсуждение в Талмуде, почему нужно говорить благословение. На каком-то этапе дискуссии есть такое соображение. Вообще, о чем мы спорим? Зачем нужны какие-то доказательства? Человек пользуется чем-то и неблагодарен? Как это может быть? Ты должен благодарить это естественно. Поэтому вот это чувство благодарности, оно, в общем-то, должно быть естественно для человека. Мы не всегда можем его, не все мы можем всегда ощущать его. Иногда отношениями между родителями, детьми, натянутыми, сложными. Не только потому, что разные сущности, и между ними должен быть какой-то мост. Может быть, по вине детей, по вине родителей. Может быть, много причин. Родители, которые бросили своих детей в младенчистости, спросите, должны ли они, дети, им быть благодарны. Есть общее соображение, что тот, кто подарил тебе жизнь, независимо от чего, вообще, говорят, и должен быть ему благодарен. Но это, конечно, вопрос. В конкретных случаях, может быть, обсужден, можно его обсудить и решать, насколько и когда. Как мы уже увидим ниже, испытание Каина, которое должно было проверить, заслужил ли он свое право на жизнь. Происходит, когда он вступил в конфликт со своим братом. И Каин терпит неудачу именно в области морали. То есть у него есть испытание. Ему есть возможность заплатить за свое существование тем, что он поведет себя морально. Но он этого не сделал. Если бы Каин во время конфликта освободил для своего брата Эбеля место в мире, это как бы основная модель нравственных взаимоотношений, как мы говорили, то, что Всевышний, тот процесс, который называется цинцум, редукция божественного света, освободил место для создания мира. И это акт моральный, акт милосердия. Также правильное моральное отношение к другому человеку, это освободить для него место в мире. Это некоторое, может быть, формальное или образное описание того, что происходит, но я думаю, оно всем понятно. Ты должен дать человеку место в мире. Несмотря на то, что он не такой, как ты, придерживаться других убеждений, другой расы, другого воспитания, все может быть иное. Но ты даешь ему место в мире, поскольку он тоже, постольку поскольку он сотворен Всевышним для какой-то своей цели. Если бы он это сделал, он стал бы тем сыном Адама, которого ожидает все человечество, то есть Машеха. Времена Машеха наступили бы сразу, и вся человеческая история пошла бы в другом направлении. То есть ум не то, это стандартный такой подход, что мы всегда должны видеть, что мог быть один путь, но история пошла по другому направлению, что не отсекаются возможности. С того момента, как Каин провалил это испытание, в историю вплетается множество испытаний, пока в конце длинного и долгого процесса человечество не удостоверится, не породит и не выведет из себя совершенного человека. Это как бы конец этой главы, и я бы хотела услышать, что Андрей еще может добавить. Ну, у меня вот такая ассоциация, что Каин и Хевель – это как народы мира и евреи. Народы мира, они появляются здесь первыми, евреи появляются потом. И, соответственно, народы мира, они считают, что я тут как бы главный, а мне тут дали какого-то непонятного духовного Хевеля, который скотовод, который он такой, ну, как бы Хевель, да, не от мира сего. И вся задача получается народу мира дать место евреям, то есть вот эту землю, ради которой идут, собственно, все конфликты. Получается, и проблема-то в том, что народы должны это признать, что земля, вот этот небольшой кулачок земли, он принадлежит Израилю, и от этого как раз зависит очень много. Да, это опять же, получается, сводится к тому Цимцуму изначально. По-моему, мы говорили о том, да, что вот это связано с Каин и Хевель, и народы мира, и евреи. Мы, может быть, об этом не говорим, но это очень интересное соображение. Кроме того, что я хочу все-таки подчеркнуть, это прекрасно, что можно перевести место буквально, в смысле, земля Израиля не теряет своей актуальности. Ну, вообще, говорят, более широкое понятие, конечно. Дать человеку место в мире – это дать ему свободу выбора, дать легитимацию его, его мнению, принять то, что ты не можешь понять, или понять то, что ты можешь понять. Например, я хочу привести пример, может, я его уже приводила. Есть такое объяснение, почему евреи молятся в Миньяне? Какой смысл молитвы в Миньяне? На самом деле, всем понятно, что у каждого собственное представление о Боге, собственные идеологии, несмотря на то, что они живут в одном поселении, скажем, носят одинаковые типы, и должны были вроде бы думать обо всем одинаково, тем не менее, между ними огромные разногласия всегда. На самом деле, это, конечно, более характерно для мистического народа, но оно существует и среди народов, других, я думаю, тоже. Но вот они все вместе приходят в синагогу, и молитва еврейская устроена так, что они молятся вместе. То есть каждый молится сам по себе, но одновременно вместе со всеми другими, тем более объединяет потом их коллективные молитвы. И несмотря на то, что я абсолютно, так сказать, не согласен, может быть, во всем вот этим моим соседам, которые все понимают неправильно и в иудаизме, и в жизни, тем не менее, я даю ему место. Я понимаю легитимность его взглядов. Я понимаю, что божественность не ограничивается только тем взглядом на нее, который есть у меня. Необходимость существования других взглядов, она, безусловно, поскольку Всевышний бесконечен, а мы все конечные, можем ухватить только какую-то маленькую часть истины. И это вот возможность дать другим место. То есть легитимизация чужого мнения, чужого взгляда и так далее. А для Кайна это невозможно. То есть любое возражение, любое несогласие, оно приводит к тому, что он вычеркивается в общем варианте. Что? Давайте туда перейдем к третьей главе, которая говорит о рождении Эвеля. Бережит 4.2, и в добавление орезала его брата Эвеля. Если творение первого человека было чудо, то вскоре оно отбойлось. Става рожает близнецов. Здесь разные точки зрения, но Манитур считает, что они родились вместе. Зачем нужен был еще один сын? Как же велико было удивление в тот момент. Удивление и радость по поводу рождения первого сына все еще чувствовалось в воздухе, когда внезапно появился еще один сын, которого никто не ожидал. Мне кажется, что очень характерно для Манитур постараться ввести нас в атмосферу того, о чем говорит Тарак, чтобы мы смогли ощутить, что происходит именно в этот момент, не зная еще, чем все это кончится. Неожиданность была особенно велика еще и потому, что дополнительный сын был необязательным. Мы видели один из комментариев Хавы, что вот теперь Тона назвала его Каин, что он себе купил место, когда мы уйдем из мира, он займет наше место. У него есть собственное назначение, вроде в мире есть кому служить Всевышнему, так или иначе. И дополнительный сын, в общем, не совсем необязательный. С точки зрения того, что да, действительно, мы должны продвигаться к конечному цели творения мира, то пускай будет один человек в любом доколении. В чем проблема? Теоретически. То есть можно сказать, что он необязательный. Когда родился Каин, история рождения должна была закончиться из этих соображений. И вдруг появляется еще один сын Адама, добавление брата первого. И хотя Эвель – это добавление, однако его характер и его сущность полностью отличны от характера и сущности Каина. Так как в Эвеле изначально существовало осознание того, что он добавочный дополнительный. И взял, тут приводится Медраж из главы Ахаи Сара, который объясняет нам смысл слова добавочных, его употребление в таре. На самом деле это очень важный метод исследования, который очень древний еще до Раши, когда, и Раши им тоже пользуются, когда значение слов, которых мы не очень, сто процентов понимаем, проясняется через другие употребления тех же слов в таре. Например, ребро, я про это, по-моему, говорила. И взял Авраам еще, добавил, жену. Это то, что сказано, говорит Медраж, и то, что малым было в начале твоем, впоследствии умножится у тебя весьма, как сказано в книге Гил. Раби Шимон бен Лакеш сказал от имени Раби Лазара Акапара, из этого ты учишь, что добавление Всевышнего больше, чем то, что было изначально. То есть часть, которая добавилась, она еще больше, чем... Не то, что добавление такого же количества, как и было, а добавление больше, поскольку это Всевышний добавляет. Авраам сначала породил только Ицхака, а когда Всевышний добавил ему, то добавил больше, как сказано, и она родила ему. Это же ты видишь у Адама, ведь она, Ахава, родила Каина, а после этого и в добавление родила, как сказано, Бережи. И то же мы находим относительно Рахели, когда она родила Юсеп, то сказала, да прибавит мне Господь другого сына. Добавил ей Бениамина и его сестру-близнеца. То есть то, что она сказала Юсеп добавит, то есть реализация этого была Бениамина, и что Бениамина, как говорит Медраж, родилась еще и сестра. Откуда мы это знаем, что с ним родилась сестра? Не написано, это тебе сын, когда она родила Бениамина, ей говорит, а написано, это тоже тебе сын. То есть не только девочка, вот еще и сын. И то, что ты находишь в рассказе про царя Си-Си-Яу, всех лет его царства было 14, а когда добавил его Всевышний, ну там история с тем, что он должен был умереть, а потом в результате он молился и Всевышний добавил ему еще годы жизни, он добавил 15 лет. Как сказано, вот я прибавляю к дням твоим 15 лет. С книги Си-Яу историю. И когда пророки увидели, что добавления Всевышнего было больше изначального, они начали благословлять Израиль, чтобы он получил дополнительное Всевышнение. Муше сказал, Господь, Бог, Отцов ваших, да прибавит вам, изговорим. Давид сказал, да прибавит Господь вам, в книге Девелин, а также грядущий мир создает Всевышний своему народу, как добавление, как сказано, Господь снова второй раз протянет вокруг Своего. То есть, будущее избавление, оно больше, чем предыдущее и значительно. Как мы увидим дальше, и Каина, и Эбель, я думаю, что все это, так сказать, ментарь придет, чтобы показать нам богословение Всевышнего, о котором мы говорим, что богословение – это всегда прибавление. То есть, это не просто, когда сказано, а прибавление, прибавление есть что-то дополнительное, чем просто удвоение. Как мы увидим дальше, и Каина, и Эбель подвергаются испытаниям, однако их испытания совершенно разные. Каин должен приобрести душевное качество братства, в то время, как Эбель должен воспитать Каина кому-чему в этом. Это одна из центральных идей всей истории вокруг, как я понимаю, вокруг которой все раскручивается, и которая может быть загадкой и челлендж, вызовом для всех последующих поколений. Как воспитать Каину, как воспитать его брата. Раша комментирует этот стих вслед за Медраж раба. Каина и его брата Эбеля. В этом предложении есть три предлога «эт», которые означают добавление. «Эт Каин», «Эт Ахивед Вей». Это показывает, что вместе с Каином, как говорит Раша, родилась сестра-близнец, а вместе с Эвелем, родилась две сестры-близнеца, как сказано и в добавлении. Нахмани следует... Что ж такое? Раби Аврааму и Бен Эдра объясняет в своем комментарии первый стих в таре. А слово «эт» выражает суть вещи. На самом деле, грамматически это как бы предлог, когда мы говорим о ком-то, мы описываем что-то. Мы во многих случаях должны добавлять эту приставку «эт». но ее смысловое значение комментаторы расширяют не просто как просто какая-то грамматическая функция у этой приставки есть, а то, что она означает, намекает на суть вещи, что «оток», «эт Каин», «эт Хасэ», эту книгу, не просто книгу, ну, просто книгу тоже. Тогда это будет сущность книги. «эт Цефер». Не знаю, можно ли так сказать вообще. В данный момент что-то у меня не складывается. Нет, там будет без «эт». Правильно, Андрей? «Я хочу отпуска». «А не вот за хофиш». «Лё эт хофиш». «Эт ха хофиш». Когда я конкретно на хофиш, конкретный отпуск хочу, тогда я говорю «эт». Насколько я сейчас на скорую руку могу сообразить, потому что я в грамматике слаба, а только разговаривать могу, правильность не всегда не могу оправдать. Я права, Андрей? Так я то же самое. Я только книжки читаю, а говорить как правильно. Я, в общем, знаю, как правильно говорить, но когда я говорю, я говорю, а правила я знаю меньше. Но у меня такое ощущение. Я потом проверю и в следующий раз исправлюсь, если я здесь напутала. То есть, на самом деле, оно соотносится именно с конкретной вещью, или с человеком, о котором мы говорим. И какой в результате смысл? Например, стих. И Адам познал Хаву, жену свою, видает Хава, описывает ситуацию, в которой женщина это сущность мужчин. Это интересно. Он познал Хаву. Это познание ее сущности добавляет сущности ему. Я вот слышала, тут Монету об этом не говорит, но я слышала от его имени еще такое объяснение, что имя женщины, имя женщины, она получает Иша. Она получает от Всевышнего. А когда человек определяет себя, он определяет ее через нее. Ки-зэ-ни-гра-и-ша-ки-ми-иш-ру-ку-ха. Она будет называться женщиной, потому что она взята из мужчин. но ее имя идет перед его. То есть мужчина определяет себя посредственно через женщину, которая взята из него. Это как бы следствие является. То есть в данном случае вот в свете такого объяснения понятно, почему Монету тот говорит, что женщина это сущность мужчины. Когда ее познает, он познает себя. Человек без познания это не человек, а женщина сама является сущностью знаний. Она это то, что нужно знать человеку. Познание мужчины и своей жены это познание суть самой жизни. Поэтому Хава и близне от человека и его сущности. В этом можно еще поговорить, но я думаю, что мы продолжим дальше. В этом стихе слово Эд также описывает сущность, суть человека. Поэтому в отношении Кайна Тарай используется одним предлогом Эд. Говоря о Эвеле, употребляет его два раза. Раша объясняет, что с Кайном родилась одна сестра близнец, а с Эвелем две. А поскольку женщина связана с сущностью мужчины, именно Эвеле раздается с добавлением женской сущности. Понятно или не совсем? Это значит было пятеро вместе? Ну, получается так, да. Про Египет говорят, что шесть раздались в одном времени. Но мы знаем, в нашей жизни тоже бывают случаи, что такие рождались пять близнецов редко но бывают. И живые остаются здоровые более-менее слава Богу. Так что это не то, что что-то сверх естественное. Но по этому комментарию получается, что что-то кипяте. Но намек, который содержится вот в этих в этом повторении Эд в отношении Эвеля говорит еще о том, что у него какая-то дополнительная жизнь. Если с ним родилось две близняшки, то да или нет, не так уж важно, но намек на дополнительную женскую сущность, что есть. Карвин и Эвель, сыновья Адама, родились мужчины и женщины. То есть мы не обсуждали создание женщины, человека и так далее. Эту главу мы пропустили, поскольку они монету не давали лекцию обычно, и она не вошла в книгу. однако есть мидраж известно, что они родились вместе мужчины и женщины. Захару накивало салтан, когда описывается в первой главе создания человека, сказано, что он сделал мужчины и женщины. Это было по мидражу два лица. Так или иначе, тут они разделены, их надо было разрезать. Они сразу рождаются мужчины и женщины, тем не менее, вот эта соединенность, что вместе с ним родилась сестра-близнец, она говорит о том, идея продолжается, что человек по-прежнему создается мужчиной и женщиной, начиная с того, как это было при претворении. может что-то добавить? Андрей? Все очень интересно, но не могу ничего добавить. Ну да, это непростой взгляд, но он как бы в нем есть о чем подумать, но я не знаю, что еще добавить. Может быть, даже прочтешь ты? Да. И сказал Кайн Эвелю, брату своему, и когда они были в поле, о чем они спорили? Сказали друг другу, давай разделим мир. Один взял все земли, а другой то, что движется. Один сказал, земля, на которой ты стоишь, моя, а другой сказал, одежда, которую ты носишь, моя. Один сказал, раздевайся, а другой сказал, улетай. Поэтому и восстал Кайн на Эвеле брата своего и убил его. Раби Елушуа из Сахнина от имени Раби Леви сказал, оба они взяли себе землю, и оба взяли себе то, что движется. А о чем они спорили? Один сказал, на моей территории будет построен храм, так, как сказано и когда они были в поле. А поле это намек на храм. А другой сказал, сион как поле будет вскопан. И поэтому и восстал Кайн на своего брата Эвеля. Сказал Ягуда бар Ами, о первой хаве они спорили. Сказал Раби Эйво, первая хава вернулась в прах. А о чем же они спорили? Сказал Раби Гуна, вместе с Хевелем родилась еще одна дополнительная сестра близнец. Один сказал, я ее возьму, так как я первенец. А второй сказал, я ее возьму, так как она родилась вместе со мной. И поэтому и восстал Кайн. добавление вот этого браха от Всевышнего, пятая добавочная женщина, она стала предметом спора, получается. То есть он ее спровоцировал. Да. И возможно, да, может спровоцировал. И я просто хотел добавить немного про этот митраж, это податное объяснение, и Михаил Любович его часто приводит, о том, что это некоторый архетип всех раздоров, которые существуют в мире, войны и прочее. Одна война за территорию, война религиозная и война и раздоры на сексуальные против борьба за женщину или спровоцированная женщина, когда бы не Лена и так далее. еще хотел добавить про первую Хаву. Это в митражах, по-моему, чуть ли не единственное место, в котором упоминается такой интересный персонаж, как первая Хава. Больше нигде про нее неизвестно, но опирается он, естественно, на то, что сказано Зотопам. В этот раз это костя костей моих когда приводит Бог Хаву к Кадаму. Что значит в этот раз? А до этого что было? Разное объяснение объяснение. Была некоторая первая Хава, которая потом не поладила с Адамом и потом она вернулась в прах по каким-то причинам. Нет, не поладила это уже другое. Это развитие темы. Он видел, как она создавалась. в общем, это было не то, насколько помню помидража. А потом из этого уже более позднего времена уже в средневековье родилась легенда о Лилит. Есть подозрение, что первые ее источник это было сатирическое произведение, а потом его восприлили всерьез, но это я могу в другой раз рассказать. А здесь просто это немного первая хала, то есть та женщина, которая была создана отдельно, на которой Адам не женился, а вот они за нее поспорили. Короче, второе поколение людей, а уже есть только поводов для спорта. Земля, религия, женщина. Это соответствует тому, что вообще это основная тема отношения между братьями, между различными людьми. И в самом начале Тары обращает наше внимание Медраж на то, что не сказано, из-за чего не поспорили. Не сказано, это значит, что поводов могло быть много. Теперь, опираясь на исторический опыт, мы можем суммировать основные поводы, из-за которых возникают раздоры. Вообще мы можем сегодня добавить может быть и другие. Так увидел Медраж разные персонажи из Даная имеют разное мнение из наших мудрецов. Читаем дальше. Может быть сам. Да, да. поскольку Каин первенец и осознает, что он первенец, он считает, что имеет право на эту дополнительную сестру близнеца. Однако Тура намекает нам с помощью Медража, что Хевель в будущем должен стать истинным первенцем. Хевель содержит в себе одновременно два измерения. По отношению к Каину он и рядом, и больше. И Тура подчеркивает это. И в добавлении родила. Само собой понятно, что второй сын, который родился у Адама и Хавы, непременно является его братом, то есть братом первенца, Каин. Однако следует понимать это так. Выражение его брата подчеркивает, что в мире появилась новая идентичность, принципиально отличная от идентичности первенца, который родился раньше. Хевель и нравственные свойства естественны. Они встроены в его душу изначально. Ведь еще до того, как Хевель был представлен по имени, он был представлен в соответствии с его предназначением и ролью. Сначала сказано его брата и только потом Хевеля. Хевель это брат, наделенный воспитательным предназначением. На Хевеле была возложена задача раскрыть естественную нравственность, заключенную в душе брата Каин. В этом состоит задача воспитателя, как это описано в притчах царя Шлома, наставь юношу правильным путем, и он не уклонится от него, и когда состарится. И с этой самой задачей Хевель не справился. Когда рождаются два человека, в мире рождаются две идентичности. Каин это идентичность сына первенца, напротив Хевеля идентичности дополнительного брата. Получается, что Каин родился с осознанием себя центром мира, так сказать. А в нем эта нравственность была, но она была скрыта. А Хевель он родился как бы с моральными какими-то принципами, так сказать, потому что он был второй. И он как бы родился в реальности, в которой он уже не единственный. Братья у него уже есть. То есть появление он не жил в реальности, когда нет брата. Это очень интересное переживание, которое тоже у первенцев всегда бывает. У всех первенцев. он сначала живет в реальности, когда нет никакого брата, у него нет конкурентов. Родители это, скажем, бог в кавычках. Он живет в мире, где все равновесно, есть родители, есть я. И вдруг неожиданно приносит ему какое-то маленькое существо, которое совершенно непонятно зачем. и родители к ним относятся точно так как ко мне. Зачем это нужно? Я был недостаточно хорошим, почему вы это мне сделали? Это ощущение у очень многих первенцев есть. Одни преодолевают его, другие для других настолько тяжелое переживание, что они так или иначе его тащат всю жизнь. Как это может быть, что он меня еще превзошел например в чем-то? Напряженность вообще в самых лучших семьях между братьями она существует. Как ее преодолеть? Начиная с семьи и кончая народом, это наш главный вопрос. Вопрос морали. Вопрос того, могут ли братья научить первенца братства и как это правильно сделать? То есть получается тот, кто рождается вторым, тот, кто рождается со встроенными моральными качествами, он должен воспитать другого. потому что он родился в реальности, где уже есть брат. Он появился в мире, в котором есть мама, папа, братья, сестры. Все нормально. Это его мир. И если неожиданно оказывается... Ничего не поняла. Кто-то подошел, ты видел? Если неожиданно оказывается, что старший брат вообще этого не понимает, у тебя выбор, что с этим делать. Ты понимаешь, что это твой брат, ты к нему относишься по-братски, а он сам не возвращает тебе такого же отношения, он этого не понимает. Какая твоя задача? Твоя задача научить его братству. Мы знаем, как именно он должен был его научить. если мы знали, то уже все проблемы были бы решены. Это самое главное, что человек должен найти этот путь сам. Это она в мире тара, мы ее учим, и для этого у нас есть много испытаний в жизни, которые в нашей частной жизни, и не только чтобы делать выводы и решать, что было правильным, что было неправильным. Я как бы не хочу касаться политики и рассказывать свое мнение про разные вещи, но иногда это очень актуальный вопрос, что мы сделали неправильно, почему мы не смогли воспитать нашего брата. Если мы знали, если бы у нас был пример правильного воспитания, вообще не нужно было дальше ждать, уже пришел бы пошел. Вся история построена на том, что у нас постоянно есть испытания, иногда очень тяжелые, и мы должны как-то проходить и учиться на них чему-то, и в следующем поколении может быть они смогут выучить что-то еще. как я думал. Идем дальше, да? Брат. Понятие брат в этом месте первый раз появляется в Торе. Это неформальный термин, описывающий биологические и семейные отношения между Кайном и Эвелем, а сущностное понятие. Эвел это человек, способный к осуществлению братства благодаря самой своей идентичности как брата, а не только потому, что он является частью соответствующей семейной биологической реальности. Когда в Торе есть два брата, в них проявляются два человеческих самоосознания. Первое. Один человек, который осознает себя первенцем. Первым, главным. Второе. Дополнительный человек, который осознает себя как другого, как дополнение, как брата. Первенец – это сын. Он осознает только себя и свои права. Он должен научиться решать вопрос о том, способен ли он принять концепцию другого. Второе – это брат. Дополнение. Человек, который с самого начала осознает, что он живет рядом с другим человеком. Ему легче осознать понятие ответственности и нравственности. Следовательно, у брата более развито общественное сознание. У него есть нравственная способность жить с кем-то другим, как с равноценным ему самому. Вот почему именно брат несет ответственность за воспитание сына и обучение его морали и братству. Вся история человечества – это рассказ о попытках решения проблемы отношений между сыном и братом, то есть проблему между этими двумя разными человеческими идентичностями. Неспособность человечества реализовать правила возлюби ближнего своего как самого себя лежит в основе всех войн, которые когда-либо происходили в истории. Само существование двух людей – это начало проблема войны и мира. Таким образом, нравственность – это способность человека признать право другого существовать в мире рядом с ним. То есть опять к цимцуму сводится, да? К цимцуму опять сводится, да? Да, но на самом деле в смысле формулировки это очень полезная формулировка. Если применять ее в политическом контексте, то она очень помогает. Ты смотришь на две страны и думаешь, одна страна признает право другой существовать в мире или нет. И тебе как-то гораздо яснее суть конфликтов, которые существуют у нас. То есть это получается как бы рецепт для мира во всем мире. Признать другой народ, другую страну и дать ей место. И все и тогда и нет никаких причин для войн. Да, но да, но если существует такой народ, который не признает свое право на существование. Может быть мы, секунду, я просто пропустила, может быть стоит вернуться. Тут есть мейдраж такой довольно интересный. Факт, что Эвель не смог включить каин на нравственности подтверждается тем, что Эвель применил против каина силу, как это описывает мейдраж. И восстал каин, сказал рабе Йоханан. Эвель был сильнее каина, как сказано, и восстался. Это учит нас, что каин был внизу. То есть он его уже побеждал, Эвель, своей силой. И сказал он ему, каин сказал, настолько длое на свете, что ты скажешь отцу? Бедные неважно. Аналогия по-моему, очевидно. Эвель преисполнился жалости к нему и сразу же восстал каин против него и убил его. Согласно Медрашу, Эвель попытался воздействовать на каина силой, а не воспитанием. Однако каин использовал во зло то природное милосердие, которое существовало в душе Эвеля и убило. Из описания автора Медраша можно понять, что Эвель применил силу против силы и не сумел воспитать каина, и в этом была его неудача. Вернемся, это довольно интересно, Медраша, не пропускать. Так, а где мы читаем? Вот, я вот мы здесь остановили, да? Где было возле Ближнего? Право другого существовать в мире рядом. Мы с ним ходим. Да. Эвель родился с естественным предрасположением нравственности, поскольку он был вторым, тогда как Каин должен должен был приобрести эту способность. У брата в силу самой его сущности есть естественное нравственное понимание уравнения братства. Первенец же, будучи первым, осознает самого себя как главное в реальности. у него от природы нет этой нравственной способности. И Каин и Хевель должны пройти испытания, но их испытания разные. Каин должен приобрести качество братства, в то время как Хевель должен научить Каина этому. Представляется, что они оба терпят неудачу. Здесь получается, что Хевель первым начал драться и в итоге погиб. они дрались вместе, но он начал побеждать. Кто начал, там трудно сказать. Во всяком помидрошу. Как там сказано вообще? Когда они были в поле и он сказал ему да? Сейчас я найду. Так нет, нет, ну ладно. как по-русски, так по-русски. И было это. А и сказал Каин Эвелю когда они были в поле. то есть Каин как бы начал. Я помню, что сказал, да? Я хотела найти точный текст, но не важно. Возможно, Каин начал. Как-то развивались дальше конкретные события. Это на самом деле старание описывает, как всегда. Она оставляет очень многое за кадром для того, чтобы описать самую общую схему конфликта. В данном случае. Это вообще самая общая схема конфликта, которая у нас есть. В самом начале творения описывается схема конфликта, которая применила почти ко всем конфликтам, которые существуют. Метафизическая проблема состоящая перед человеком представлена как уравнение братства. Главная идея этого уравнения в том, что истинная связь брата с другим существует также в основе связи между творением и творцом. Однако эта связь невозможна напрямую в истории этого мира, потому что во время откровения творца человек не имеет свободы выбора. И поэтому творец скрывается на протяжении всей... чтобы позволить человеку выбирать между жизнью и добром и смертью и злом. в конечном итоге в мире сокрытия и отсутствия отношения творения к творцу будет выражаться через отношения между человеком и его ближним. и у меня какая-то проблема с зарядкой, поэтому я предлагаю здесь остановиться. И если у кого-то есть вопросы, пока у меня еще 14% компьютера есть, давайте их зададим. у меня как-то это все связывает с народами мира и с евреями, что евреи должны воспитать, потому что у них есть моральные качества, а народы мира считают себя главными и хотят евреев убить, получается, потому что они не хотят давать им место, вас тут не было. Да, я думаю, что это вполне закономерное ощущение от этого, поскольку вообще говоря, это общая система всех конфликтов, и Манитуево также понимает конфликтов, которые войны в том числе, то это вполне применимо к конфликтам между разными народами. тогда получается проблема в том, что евреи не воспитали народа мира. Поскольку у Каина это не удалось, то у нас нет в истории положительного опыта, который мог бы дальше клонироваться на следующее поколение. Поэтому получается та же ситуация. Евреи должны понять, как воспитать народы, а народы должны в себе развить моральные качества, дать место другому. Все та же проблема опять решается. Да, и это самое тяжелое осознание этого. На самом деле евреи в проблеме из-за того, что они не смогли воспитать народы мира. до сих с этим еще не касается. Будем надеяться, что будет продвинемся в этом направлении. Ну, еще там сто лет, двести. Все будет в порядке. Ладно, спасибо вам все большое за участие. Я извиняюсь, что я так резко вдруг оборвала, просто мне вдруг сигнализирует компьютер, что батарея кончается, не знаю, что с ним случилось, может, завтра придется ехать с компьютером в город. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо.